Приветствую вас. И безусловно ситуация такова, что люди находятся в достаточно глубоком конфликте. Оба они лидеры, оба они сильные, оба они по сути соперниками для друга. И, наверное, женщина, скорее всего, не может простить мужчине того факта, что, по ее мнению, он ее использовал, а он, соответственно, также не может простить женщине того факта, что она ее использовала, каждый для своих целей. Поэтому здесь не думаю, что можно письмом решить какие-то проблемы. Техника НЛП, то есть нейролингвистическое программирование, используется и применяется в основном лично к человеку путем очного взаимодействия. То есть такие процедуры происходят исключительно при непосредственном контакте терапевта и клиента и подразумевают выполнение определенных физических действий, то есть действий в материальном мире вкупе с, собственно говоря, психологическими приемами. Поэтому здесь, в этой ситуации, я хотел бы сделать акцент вот на чем. Вы пишете, что, значит, вариант подать в суд за похищение детей. Вот похищение детей, вот эта фраза, она немножечко непонятно выглядит на фоне всего того, что вы описали. Потому что до нее это выглядело так. Сильные и успешные люди боролись на свидетельство, друг друга победить до конца не смогли и в итоге разошлись просто потому, что поняли, что каждый будет друг друга, значит, принижать и подчинять. И в итоге ни к чему это не приведет. Собственно говоря, похищение детей является преступлением. И преступлением уголовным. И, соответственно, если это действительно так, то подавать в суд нужно обязательно. Потому что если женщина пошла на это, то есть пошла на нарушение закона, на нарушение договоров, на нарушение моральных норм, то она пойдет, пойдет и еще на это, и может быть на еще более опасные, опасные поступки. Поэтому, я думаю, что в этом случае, если я правильно понял, и она действительно похитила детей, то необходимо привлечение к ответственности через, безусловно, суд. А так, по вашему письму, понятно, что люди не договорятся, понятно, что люди, ну, каждый тянет одеяло над себя. И здесь нужно делать вот что. Насилие порождает личное насилие. Любое поведение, если его зеркалить, то есть реагировать таким же способом, приведет лишь к эскалации, к конфликту. И потому, если на агрессивное, вызывающее поведение женщина отвечать тем же поведением, то, по сути, получится так, что она вечно будет думать, что мужчина ей мстит. Мужчина делает то или иное, чтобы как-то ее принилить, как-то ее оскорбить и так далее и тому подобное. Поэтому отвечать тем же и использовать те же методы, что и она, как минимум непродуктивно. Необходимо быть для мужчины, как раз таки для мужчины необходимо по отношению к женщине быть выдержанным, спокойным, терпеливым, внимательным, не реагировать на ее провокации, на ее шантаж, на ее какие-то уловки. И, напротив, преследовать свои цели. И, поскольку женщина будет всячески использовать любые неточности для того, чтобы добиться своих целей, и всячески стараться мужчину отвлечь от его целей, то нужно как раз таки сделать так, чтобы мужчина, наметив в себе те цели и те моменты, которые хочет с женой прояснить, чтобы он ни в коем случае от этого не уклонялся, не отклонялся от маршрута, от выбранной стратегии, и не позволял женщине завлечь себя на свой уровень. Если мужчина опустится до уровня женщины, то есть будет с ней пропираться или так далее, то она там его победит. Ему нужно быть на другом уровне общения, ему нужно быть в другой плоскости поведения, чтобы иметь с ней какой-то контакт. Допустим, она кричит, ругается, угрожает, он все это выслушивает и спокойно продолжает гнать свою линию. Именно так, причем в неоднократном количестве, можно договориться. Договориться в том, что касается их личных отношений. А вот то, что касается вопросов закона, вопросов, там, кто видится с детьми, сколько, в каких количествах и так далее, это уже, безусловно, решают адвокаты. То есть тут нужно все-таки быть прагматиком и смотреть на ситуацию с той стороны, что в специализированной плоскости вопросы решают профессионалы. Но общение мужчины, как уважающего себя сильного мужчины, всегда отличается от женщины. Это отличие заключается в том, чтобы вести себя целеустремленно, уверенно, спокойно, выдержанно, терпеливо. И к женщине относиться как к важному, безусловно, субъекту, как к равному субъекту, но, вместе с тем, как к очень эмоциональному, значит, взрывоопасному, вспыльчивому человеку, который может именно в силу своей женственности иногда не осознавать, что делать. То есть мужчина, он на то и мужчина, чтобы понимать, что не все слова женщины являются реальной предпосылкой поступков, и понимать, что на ее уровне он тогда проиграет. Таким образом, мужчина может добиться, скажем так, наибольшего результата в общении с ней. Так, отвечая на ваш вопрос, значит, вот тут вот вы спрашиваете про письма, ну, про письма я сказал, значит. Вот, в принципе, значит, быть не сильным, не идти на поводу, атаковать ее юридическими инструментами, значит, и вот этот момент наиболее правильный, но атаковать юридическими инструментами только в том, что касается закона, а в том, что касается личных претензий, личных отношений, тут нужно ввести процедуру, которую я описал. И если похищение детей было, если она действительно их похитила незаконно, то она должна быть привлечена к ответственности и соответствующему наказанию. Это однозначно, потому что такого спускать совершенно нельзя. А письма, вы знаете, письма могут привести к срыву, нервному срыву, могут привести к спонтанным поступкам, которые могут и детям навредить, и ей самой навредить, что в итоге окажется негативным для всех сторон. Кроме того, даже если какой-то эмоциональный всплеск эти письма вызовут, то она быстро поймет, именно в силу того, что интеллектуально она быстро поймет, что автор этого письма мужчина или его сторонник, и тогда договориться будет еще гораздо труднее. И ненависть, собственно, это противостояние, оно не закончится еще долго. Тогда как все стороны должны быть заинтересованы именно в том, чтобы как можно быстрее закончить конфликт, и как можно быстрее все-таки разобраться, чтобы каждый жил уже в своей жизни. И в этом случае все-таки инициатором данного выступают мужчины, как традиционно более сильный, более выдержанный субъект, который, по сути дела, как бы играет сдерживающую роль по отношению к женщинам. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Если у вас остались какие-то уточнения, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok